Ну а в Киеве решали, что же делать с машинами, у которых иностранные номера. В фискальной службе ради этого собрали целый брифинг. Чем пугали владельцев авто с неукраинской регистрацией, узнаем от Богдана Вербицкого. Отчитаться о количестве автомобилей с европейскими номерами, а также рассказать о всех тонкостях использования таких машин – цель брифинга в государственной фискальной службе. Ведь в последнее время так называемых литовцев и поляков на украинских дорогах становится все больше. Главная цель таких нарушителей – экономия. Брендовые авто, которые в Украине стоят десятки тысяч долларов, пригнать из-за границы можно вдвое, а то и втрое дешевле. Но выбирать приходится не только автомобиль, но и способ доставки. Либо временный ввоз на один год, либо транзит с обязательным выездом за границу каждые пять дней. Схемами пользуются даже вип-чиновники, утверждают участники авторынка. Кто у нас два рейндж-ровера с Англии ввез на временный ввоз без уплаты копейки налога? Экс-глава Державной фискальной службы Роман Насилов. Ну, это же уже понятно, что просто еще не копнули, что его подчиненные завозили. По неофициальным подсчетам, сегодня на наших дорогах около полутора миллионов машин с иностранной регистрацией. Но согласно данным ГФС, их около 25 тысяч. Державная фискальная служба нам дала ответ, что на территории Украины находятся невывезенными до 600 тысяч автомобилей, которые ввезены в форме темчасового ввезения, и близко 200 тысяч автомобилей, которые ввезены в форме транзит. Вот эти цифры, которые она назвала, 24 тысячи, это просто манипулирование цифрами. Но не факт, что сэкономить на покупки все же получится. Владельцев поляков и литовцев уже штрафуют. Сумма штрафов, накладанных митницами за чинение правопорушений, за статьей 470-й, 15-й рік, 21 миллион, больше 21 миллиона, 16-й рік, больше 60 миллионов, и за 7 месяцев 2017-го року больше 46 миллионов. В основном, большие штрафы в размере 1,5 миллиона гривен, это все-таки транспортные средства, чтобы завезены в форме темчасового ввезения. Однако уберечься от штрафа, даже если автомобиль завезли по транзитной схеме, не удастся. Правда, выльется это в гораздо меньшую сумму. Где-то приблизительно 8500 гривен. Сплативши одноразовую сумму 8500 гривен, ответственность наступна, просто снимается. Юристы уверяют, штрафы будут увеличиваться. Естественно, государство будет требовать все больше и больше документов. И суды, я думаю, будут все жестче и жестче относиться к тем людям, которые будут пытаться доказать, что они используют автомобиль в коммерческих целях. Через месяц владельцы Евроавто снова соберутся возле парламента. Будут требовать от депутатов отмены пошлины. Ведь сейчас официальный ввоз автомобилей со всеми документами может потянуть наполовину, а то и больше от стоимости машины. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.